Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Грета Тунберг и еще 15 детей и подростков из 12 стран предъявляют иск 5 стран, включая Турцию. Бакоса Акян принял представителей социально-культурной общественной организации «Мать Армении» 21 века. В Нью-Йорке состоялась встреча манец Аканян Мамедьяров. Сирийская армия увеличивает свое присутствие в Западном Алеппо. Борис Джонсон заявил, что пришло время заключить новое ядерное соглашение с Ираном. В Муши ведутся работы по сохранению исторического места Ванского Армейского королевства. 23 сентября Грета Тунберг и 15 других молодых людей объявили, что они предъявляют иск 5 стран за воздержание в борьбе с глобальным отеплением. Как нарушение Конвенции ООН о правах ребенка. Это беспрецедентная жалоба, поданная 16 молодыми людьми в возрасте от 8 до 17 лет из 12 стран с помощью международной юридической фирмы «Хаусфелд» и компании «Юнисеф», направленной на 5 загрязняющих стран – Францию, Германию, Аргентину, Бразилию и Турцию. Хотя мировые лидеры подписали Конвенцию 30 лет назад, согласно которой они обязуются защищать здоровье и права детей, они не выполнили свои обещания, заявила Грета Тунберг в кулуарах климатического саммита ООН, на котором она вновь осудила бездействие лидеров перед лицом климатической срезвычайной ситуации. Почти все страны мира, кроме США, ратифицировали эту Конвенцию, которая призвана защищать здоровье и права детей. «Все мы являемся свидетелями того, что наши права нарушаются и отрицаются», добавила 14-летняя Александрия Велеса-Нор из Соединенных Штатов. «Этот судебный иск должен позволить лидерам понять, что существует реальная чрезвычайная ситуация», заявил 16-летний француз Ирис Дукесен. Комиссия ООН по расследованию. Эта жалоба считается частью или избирательного протокола непризнанной Конвенции. С 2014 года она позволяет детям подавать жалобы в Комитет ООН по правам ребенка, если они считают, что их права были нарушены. Комиссия должна расследовать предполагаемые нарушения и затем дать рекомендации соответствующим государствам, чтобы положить конец этим нарушениям. Предложения не являются обязательными, но 44 государства ратифицировали протокол и согласились соблюдать его, отметил Майкл Хаусфельд, который также выразил надежду, что предложения будут внесены в течение следующих 12 месяцев. Пять государств, в отношении которых направлена жалоба, также ратифицировали протокол и считаются наиболее загрязняющими. Странами в мире и оказывают серьезное влияние на G20. Тогда возникает вопрос, почему последние, а не Соединенные Штаты, Китай или Индия, которые являются крупнейшими мировыми загрязняющими странами и не ратифицировали протокол. Промышленно развитые страны, такие как Франция и Германия, несут ответственность за большую долю выбросов в прошлом, хотя сегодня они не являются крупнейшими источниками выбросов парниковых газов, утверждает офис в Хаусфельде. В свою очередь президент Республики Западной Армении Арманек Абрамян представил содержание этой жалобы депутатам Национального собрания Западной Армении и инициировал обсуждение решения данного вопроса. 24 сентября президент Республики Арцах Вакоса Акян принял представителей социально-культурной и общественной организации «Мать Армении XXI века» в главе с ее руководителем ГНГ «Спарян». В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с реализацией ряда программ в Арцахе, сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах. В Нью-Йорке 23 сентября при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Стефана Висконти, Эндрю Шофера, а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспарщика состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Манацаканяна и Эльмара Мамедьярова. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении. Собеседники обсудили круг касающихся мирного процесса по карабахскому регулированию вопросов и оценили нынешнюю ситуацию. Министр иностранных дел Армении высоко оценил деятельность сопредседателя имени Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ. В ходе обсуждения армянская страна придала важность тому, чтобы прилагать последовательные усилия в направлении укрепления режима прекращения огня и снижения напряженности, в том числе посредством внедрения и укрепления соответствующих механизмов. Стороны наметили дальнейшие шаги в этом направлении, в том числе визит сопредседателей в регион и проведение в ближайшее время очередной встречи на уровне министров иностранных дел. По информации Сирийской обсерватории по правам человека, крупный конвой подкреплений с десятка автобусов покинул Хамму и был направлен в западные районы провинции Алеппо. По прогнозам некоторых военных экспертов, в ближайшее время следует ожидать от Сирийской армии активных действий на западе провинции Алеппо, где еще действуют разрозненные группы альянса Тахрир-Аш-Шам. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что пришло время заключить новое ядерное соглашение с Ираном, передает Пумберг. «Какими бы ни были ваши возражения против старого ядерного соглашения с Ираном, пришло время двигаться вперед и заключить новое соглашение», – заявил Джонсон в интервью Sky News в Нью-Йорке, где он участвует в Генассамблее ООН. Он вновь заявил, что очевидно, что Иран несет ответственность за нападение на ключевые нефтяные объекты в Саудовской Аравии, как мы должны реагировать на то, что явно сделали иранцы», – отметил Джонсон. Великобритания пытается объединить людей и снизить напряженность. Строительство водохранилища «Калахан-2» ведется в деревне Мурат-Бюрак-Мпингол, Западная Армения, в районе которой может быть затоплен проводятся раскопки, во время которых были обнаружены многочисленные антикварные артефакты и керамические предметы 3600-летним давностям, принадлежащие эпохе Королевства Ван. Археологи напомнили, что во время семимесячных раскопок в прошлом году было обнаружено военное поселение и гробница Королевства Ван, где были найдены браслеты со змеями и бронзовые пояса, на которых изображены военные сцены. Считается, что в этом участке находится норик-тумб, найдены достаточно предметов, которые заполнят целый музей. Открытое поселение содержит четыре слоя разных культур, верхний слой – византийский, второй слой называется поздним Железным веком, третий называется Срединным Королевством Ван, а четвертый слой показывает следы раннего Железного века. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Нубарфа Мут. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.